Какой ультиматум выдвинула РФ Украине? И что ответили ВОП? Почему США решили снять с вооружения самую мощную ядерную бомбу? Кто ввел очередные санкции против РФ? Маск – официальный собственник Твиттера. Освободит ли он соцсеть от политической цензуры? Главные новости пятницы, 28 октября. Коротко на канале Система.Инфо. Информируем о том, что важно. РФ в лице зампреда Совета безопасности Медведева выдвинула ультиматум Украине. По его словам, признание оккупированных армейцами РФ территорий даст возможность Украине наладить нормальное электроснабжение страны. В офисе украинского президента назвали это фактическим признанием в терроризме. Напомним, с конца февраля РФ в 85 раз атаковала украинские объекты электроэнергетики. Более 50 таких ударов было в октябре. В Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срок, сообщила энергокомпания ДТЭК. Это необходимо, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов. Мэр Киева Кличко заявил, что столица получила новые системы ПВО для защиты объектов энергетики. Устранить проблемы с электроэнергией, по его словам, планируют через 2-3 недели. Литва передаст Украине оборудование на 100 тысяч евро для ремонта поврежденных электроподстанций и газопроводов. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии. Командующим миссией ЕС по обучению украинских военнослужащих назначен польский генерал-майор Петер Триток, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Тритоку 51 год. Он служил в Ираке и Афганистане. Старт миссии назначен на ноябрь. На первом ее этапе будут обучать 15 тысяч украинских военнослужащих. Норвегия ввела очередные санкции против ФИЗ и юрлиц РФ. Как сообщили в МИД страны, ограничения коснутся еще 30 человек и 7 компаний. В список попали лица, причастные к организации референдумов на оккупированных территориях Украины. США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд – гравитационную бомбу Б-83-1. В новой редакции стратегии национальной обороны США Пентагон объяснил это ограничением ее потенциала и ростом расходов на обслуживание. Также, согласно стратегии, США отказываются от планов создания ядерной крылатой ракеты морского базирования. На дом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершено нападение. Ранен ее муж, он госпитализирован, сообщила прислужба Белого дома. Самой Пелоси дома в момент нападения не было. Преступник задержан, мотивы нападения расследуются. Илон Маск закрыл сделку по покупке Твиттер. Теперь он глава компании. Бизнесмен опубликовал по этому поводу твит. Цитата. «Птичка на свободе». Птица – логотип Твиттера, который Маск ранее обещал освободить от политической цензуры. В ЕС беспокоятся, что теперь Твиттер может стать платформой разжигания ненависти. Комментируя твит Маска, еврокомиссар Тьери Бреттон написал, цитата, «В Европе птица будет летать по нашим правилам». Это были главные новости пятницы, 28 октября. Подпишитесь на канал, оставьте свой комментарий под этим видео. Мы ценим обратную связь.